Не видела, как вы зимой уплетаете консервированные маленькие томаты из баночек. Согласен с тобой, Марина, и тем не менее, хочу представить томат, который ещё крупнее, чем томат Джейн. Это сорт под названием Туз. Вот его плоды вырастают до 300 грамм. Это уже считается очень крупный томат. И вот что ещё интересно. Плоды у этого томата плоско-округлой формы, очень вкусные и сладкие, мясистые. Прекрасно подходят для приготовления, опять-таки, свежих летних салатов. И вот хочу заметить, что этот томат, томат Туз, очень урожайный. 3,5-4,5 килограмма с одного куста. Тогда томат, который у меня в руках, тоже подойдёт для приготовления летних салатов. Его главное преимущество – то, что он розовый. А ведь многие любят именно розовые томаты. А ещё важно, что на рассаду его сеять. Опять-таки, не поздно будет и в апреле, потому что он низкорослый. А называется этот томат Турмалин. А высаживать рассаду в открытый грунт можно через 35 дней после того, как появились всходы. Достаточно рано. А если их высадить, вот такие вот томатики в тоннеле, то вы получите очень ранний урожай, достаточно крупных розовых томатов – 220 граммов. А самое главное – все эти томаты вкусные и устойчивы ко многим болезням. И не устаём предупреждать вас – приобретайте семена только в проверенных фирменных магазинах. Семена компании «Гавриш» – высокое искусство российской селекции. Приходите в магазин «Мартиница», улица Старозагора, 117, в отдел «Дачные сезоны» и получите бесплатно набор семян от фирмы «Гавриш». В этом году мы будем закладывать виноградник с винными сортами. Очень хочется получить настоящее и вкусное вино. Если вам хочется получить любую информацию по поводу сортов и выращивания винограда, мы можем пообщаться с вами на выставке, которая будет проходить в музее Алабина с 31 марта. И, кстати, на этой выставке организаторы обещают много чего нового и интересного. А что ещё нужно, чтобы поддержать наше здоровье, расскажет наш любимый семейный доктор Наталья Гаврилова. Здравствуйте, дорогие дачники! За окном хорошая зима в этом году, и снега много, и морозы хорошие. Наши дачи отдыхают, набираются сил. У нас как раз получается время подготовить свой организм к нагрузкам, которые грянут с новым дачным сезоном, и восстановить своё здоровье. Чаще всего мы сразу вспоминаем о массаже, который позволяет якобы восстановить нам наше здоровье. Да, массаж помогает, приятная процедура. Но мы должны помнить, что это пассивная процедура, поэтому тот эффект, который мы получаем от массажа, он получается кратковременным. И кроме того, необходимо помнить, что при многих заболеваниях массаж противопоказан. Поэтому хочу вам напомнить о новом современном методе, эффективном методе лечения – это электропунктурная рефлексотерапия. Она вам даже помогает тогда, когда массаж делать нельзя. Электрорефлексотерапия позволяет нам восстановить процессы саморегуляции, самовосстановления. Мы же частичка природы, поэтому природа в нас заложила эти механизмы, которые постоянно регулируют и контролируют нарушенные функции нашего организма. Вот с помощью электропунктурной рефлексотерапии мы как раз и можем восстановить структуру щитовидной железы, молочных желез, яичников. И восстановить функцию щитовидной железы и выработку половых гормонов. И всё это происходит без назначения гормональных препаратов. А кроме того, электропунктурная рефлексотерапия позволяет нам привести в порядок наш позвоночник. Улучшается микроциркуляция, тонус мышц восстанавливается, улучшается микроциркуляция межпозвонковых дисков. Поэтому это будет хорошая профилактика и лечение заболеваний позвоночника тоже. Мы рады вам помочь подготовиться к новому дачному сезону. Самарский терапевтический комплекс «Риоцентр». Запись на консультации в Самаре. 332-8201. В Тольятти 229-329. В этом году наряду с традиционными видами капусты мы будем сеять капусту брюссельскую. Мы выбрали сорта красной брюссельской капусты «Гранат» и зелёной «Розелла». В вегетационный период брюссельской капусты достаточно длинный – 120 дней для среднеспелых сортов и даже больше. Поэтому желательно до конца марта произвести посев. Но главное условие – ящики должны быть высотой не более 4-5 сантиметров. Грунт у нас традиционный. Почва-смесь «Почвер» плюс кокос и плюс вермикулит. Итак, приступаем к посеву. Во влажном грунте делаем бороздки. Между бороздками расстояние 5 сантиметров. Бороздки у нас неглубокие, то есть семена мы будем заделывать всего на 5 миллиметров. Вот раскладываем их на глубину 0,5 сантиметров через каждые 2-3 сантиметра. Итак, семена разложили и присыпаем кокосовым субстратом. И слегка уплотняем. Увлажняем из поливизатора. И желательно сейчас накрыть плёнкой и отправить наши посевы в тёплое место. После появления всходов рассада капуста в обязательном порядке должна находиться в прохладном помещении. Постарайтесь сделать ночную температуру не выше 12 градусов тепла. Ну а днём держите рассаду капусты при температуре 20-22 градуса. Если температура будет выше, ваша рассада постареет, она быстро вытянется. Марина, но в прошлых наших программах мы уже говорили о том, как избежать вытягивания рассады. Давайте сейчас повторим этот сюжет. Смотрим сюжет. Известно, что томаты, перцы и баклажаны, выращенные рассадным способом, гораздо раньше приносят урожай. Но с чем мы сталкиваемся? С какой проблемой? Начинаем сеять в феврале в конце марта, и получается, что рассада у нас вытягивается. Хорошо, если у вас есть агролампа. В таком случае ваша рассада будет, скажем так, нормально развитой. Но вот если у вас агролампы нет, то мы вам советуем воспользоваться препаратом «Атлет». Это регулятор роста. Он, в общем, способствует тому, чтобы наша рассада была короткой, то есть он замедляет её рост. Стебель становится короче, а вот листья становятся намного шире. На этих фотографиях видно, как выглядит рассада с применением «Атлета» и без него. С препаратом растения мощные и компактные. Без использования «Атлета» рассада вытянулась. С помощью этого препарата в растениях происходит перераспределение питательных веществ. То есть, проще говоря, все питательные вещества направляются в корневую систему. За счёт этого она становится крепче. Этим препаратом можно полить или опрыснуть растения. Мы выбираем опрыскивание. Во-первых, это менее травматично для нашей почвы, так мы не загубим бактерии. Да и опрыскивание – это более действенный способ. Но есть одно условие и именно для томатов. Их нужно обработать три раза этим препаратом с интервалом 8 дней. И первая обработка делается, когда на нашей рассаде будет 3-4 настоящих листочка. А вот капусту это не касается. Уже на стадии семидольных листиков вы можете пользоваться этим препаратом. Работая с препаратом, не забудьте о личной своей защите. Перчатки, оденьте обязательно респиратор. И после работы обязательно вымойте руки. Зелёная аптека садовода – средство для защиты растений. Лучшие препараты от болезней, вредителей и сорняков. Соберите свою садовую аптечку. Зелёная аптека садовода. Дачники – категория людей, которые зачастую заботятся гораздо больше о здоровье растений, чем о своём собственном. А ведь выращиваемые экологически чистые фрукты и овощи именно для того, чтобы подольше сохранить своё здоровье. Давайте ответственнее подходить к вопросу сохранения своего здоровья. И начнём профилактические и лечебные мероприятия, чтобы в новом дачном сезоне быть во всеоружии. И помогут вам в этом новые технологии, которые в комплексе с традиционным лечением заболеваний наиболее эффектно справятся с недугами. Это аппараты магнитотерапии. Алмак имеет широкий спектр воздействия. Воздействует он на кровоток, снижает вязкость крови, тем самым улучшает капиллярное кровообращение, что позволяет снизить боль, остановить воспалительный процесс. Алмак применяется при лечении опорно-двигательного аппарата, артрита, хартроза, костюхандрозе. А применяется он при лечении сосудистых заболеваний, варикозе, тромбозе, атеросклерозе, гипертонии. Можно его применять при лечении желудочно-кишечного тракта и бронхолёгочных заболеваниях. Удобно очень. Взяли с собой. Единственное, необходима розетка, электрическая сеть на даче. И тогда можно спокойно пользоваться после трудового дня аппаратом для того, чтобы восстановить свои силы на другой день. Суставы будут меньше болеть, потому что погодой вообще невозможно. Ну и бегать будем побыстрее. Другой популярный прибор – мавит – способен поднять мужчине не только настроение. Применяется для лечения хронического простатита на фоне аденомы первой-второй степени. Мужчина, применяющий аппарат, замечает улучшение мочеиспускания и снятие болевых синдромов. Когда мои близкие болеют, для их лечения я использую медицинские аппараты Еломед. Я рада, что могу помочь родным почувствовать себя лучше. Аппараты Еломед широко применяются при остеохондрозе, артрозе, гипертонии и простатите. Выставка-продажа с 17 по 19 марта. Магазин и домашний доктор в Самаре. 18-19 марта. ДК «Авангард» в Сызрани. Всё для сада и дачи. С 31 марта по 3 апреля. В ДК имени Алабина. Сохраняя энергию, приумножаем тепло. Фирма «Три восьмёрки». Энергосберегающее отопление. Плёночный лучистый электронагреватель «Плен». Оптимальная альтернатива газу. Фирма «Три восьмёрки». Птичий рынок. Телефон 990-94-57. Читайте в новом мартовском номере журнала «Дачные сезоны». Как вырастить качественную и здоровую рассаду. Весенняя обрезка сада. Выбираем сорта «Яблонь». Сеем петунию по всем правилам. Новый номер уже в продаже. Компания «Август и партнёры» предлагает. Электрокультиватор для садовода. Лёгок и удобен в работе. Капельный полив. Лучшие сорта земляники. Затеняющая сетка. Профессиональные семена из Голландии и Израиля. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков. Спонсор программы – компания «Энтузиаст». Огромный выбор техники для леса, парка и сада. Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Телефон 267-33-33. Приглашаем в торговые центры «Победа», «Мегастрой», «Стройдом», «Джинсстрой», а также в магазин на улице «Авроры 148А». В Тольятти в торговый центр «Арбуз». А мы продолжаем разговор о капусте. Так как наша капуста будет выращиваться холодным способом, то есть и днём будет прохладно, а ночью вообще будет холодно, то здесь возрастает сильно вероятность заболевания чёрной ножки. Поэтому следите за влажностью и не переливайте рассаду. Ну а мы, как обычно, увидимся с вами через неделю. Ну ещё мы увидимся 31 марта в музей Алабина. Приходите, ждём вас. Пока!